В эфире «Утро» Карачаева, Черкесия. Я вас всех приветствую. А вот будет ли ветер перемен? Сейчас мы узнаем. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. В горах местами плюс 7, плюс 12. Днем плюс 27, плюс 32. В горах местами плюс 20, плюс 25 градусов. В северных и южных районах местами чрезвычайная пожароопасность. В Черкесии без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем плюс 30, плюс 32 градуса. Чрезвычайная пожароопасность. По государственной программе Российской Федерации развития и образования проводят капитальный ремонт школ. Период ее выполнения рассчитан с 2022 до 2026 года. Насколько готовы общеобразовательные учреждения? Проверяла рабочая группа во главе с сенатором Крымом Казаноковым. Первой на повестке была школа в ауле Кубина. Подробности у Альбины Курачиновой Кенжевой. Школа аула Кубина славится своими выпускниками. Многие из них стали блестящими профессионалами в сфере экономики, образования, культуры, спорта, политики, юриспруденции, промышленности. Но за более полувековой возраст тут ни разу не производился капитальный ремонт. И вот благодаря программе модернизации можно уверенно сказать, школу отремонтировали с нуля. Наши дети пойдут в первый класс, можно сказать, даже в новую школу. Да, новая. По партийным программам. Поэтому большое спасибо. Все красиво, четко, уютно. Детям пожелать, чтобы они хорошо учились, винули в школу. Во время капитального ремонта заменили и восстановили строительные конструкции. В частности, отремонтировали фундаменты и отмостки. Также заменили кровлю, потолки, межэтажные перекрытия, полы, окна и двери, входные группы, лестницы. Меняет крыльцо и фасад. Довольны ходом текущих работ. Школа фактически на стадии завершающих работ. Рядом с нами здесь находятся тоже депутаты местного совета, родительский комитет, учителя. Мы задаем им вопросы, учитываем их мнение и работаем с подрядчиками. В целом, все присутствующие ходом работ довольны. Все идет согласно графику и с учетом пожеланий учить педагогического коллектива и родителей. Школа будет соответствовать полностью всем требованиям. Работы выполняются вовремя, что немаловажно. Детишки пойдут в школу 1 сентября, как заверяет подрядчик. И я ему верю, потому что по сегодняшний день то, что он говорит, он выполняет. И, значит, сам ремонт сделан добросовестно, качественно. У нас остается благоустройство территории, техника работает, люди работают. Может показаться, что осталось буквально здесь 10 дней до 1 сентября, плюс-минус. Но я уверен, что к 1 сентября мы откроемся. В школе имеются столовые, спортивные и актовые залы, мастерские по дереву и металлу, учебные кабинеты, библиотека, музеи аула и боевой славы. В настоящее время в здании и снаружи завершаются последние штрихи. А с сентября школа распахнет свои двери для учащихся аула. В школе обучается 158 ребят. А для 10 первоклассников в этом году зазвенит первый в жизни звонок на урок. Альбина Курочинова-Кенжи Валибастанов. Вести Карачаева-Черкесия. Кубина. В 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке с Русланом Джукаевым. Затем программы карачаевской редакции. А в 14.30 вместе с Муратом Джанкёзовым смотрите «Вести» Карачаева-Черкесия. Я желаю вам хорошего дня, отличного настроения и до встречи. Уважаемые земляки, став депутатом Государственной Думы, обязуюсь работать на благо процветания нашей республики, ее многонационального народа. Мы должны и обязаны жить лучше, поднимая свою культуру, уважая религию соседа, чтя традиции и обычаи наших предков. Мы должны трудиться на благо нашей Родины и получать достойную заработную плату, смело смотря в завтрашний день. Сделайте правильный шаг. Голосуя за кандидата от КПРФ, вы голосуете за свое светлое будущее.